Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире исследования и мнения о свободном предварительном информировании и согласии. Подземные пещерные города Каппадокии, Гомирка откроются для туристов. Роу Хани пригласил Пашиняна посетить Иран. Сирийская армия отразила атаку террористов. Эрдоган и его российский тыл. Президент Национального собрания Западной Армении Арменак Абрамян выступил на сессии ООН в Женеве. Во-первых, Арменак Абрамян поздравил президента в связи с назначением на должность. Далее он говорил о защите прав коренных народов. 17 декабря 2004 года армянский народ Западной Армении и его Национальный совет объявили полный суверенитет над территорией Западной Армении на основе эффективных решений, договоров и правовых решений, принятых в международном праве. Армяне-туземцы, которые были спасены от геноцида, хотели защитить свое право на самоопределение, применить свои международно признанные права и прежде всего определить условия, на каком основании природные ресурсы исконных земель их предков были использованы и каким образом будет применяться их суверенитет. Однако эти обязательства составляют лишь одну часть меморандума, подписанного 25 июня 1920 года в Верховном Совете Союзников перед подписанием Северского мирного договора, признающего де-юре армянское государство на территории Западной Армении. Все эти правовые документы в настоящее время находятся под защитой Организации Объединенных Наций, отметил президент Арменак Абрамян. Полное выступление вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала Западной Армении. Турецкие власти планируют открыть для туристов 12 подземных городов Коршехера, которые считаются западными воротами Каппадокии и Гомирка. Они были построены первыми христианами, ищущими спасения от преследования римских властей. Города были обеспечены подземными монастырями, воротами, колодцами для питьевой воды, конюшнями и системой вентиляции. Они являлись не только временными местами сбора, но и постоянными поселениями. Самое крупное поселение Деринкую вмещает до 20 тысяч человек с домашним скотом и съестными припасами. Несмотря на богатую историю и знаменитые курорты, Коршехер не так популярен, поэтому власти Турции надеются, что подземные города привлекут внимание иностранных туристов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра энергетики Ирана Резу Ардаканиана. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян отметил важность развития армяно-иранских отношений и выразил надежду на то, что благодаря совместным усилиям удастся реализовать существующий большой потенциал. Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном. В отношениях со всеми партнерами мы придаем важность диалогу, основанному на обоюдном интересе, и убеждены, что именно в соответствии с этим принципом будут развиваться армяно-иранские отношения, заявил Пашинян, подчеркнув необходимость шагов для увеличения объемов товара оборота. Министр передал Николу Пашиняну послание президента Ирана Гасана Роухани и приглашение посетить Иран. 9 июля сирийская армия на севере Латакии отодвинула атаку террористической группы. Как сообщает источник, вооруженная группа совершила нападение в поселении Аттара, к северу от Латакии. Также армия ждала этого нападения и была готова к контратаке. Источник добавил, что атака была отражена, но битва продолжается и боевики имеют потери. Станислав Тарасов затронул российско-турецкие отношения на фоне агрессивной реакции Соединенных Штатов и Европейского Союза. Отметив, что Турция использует все рычаги для подавления последних и делает удобные соответствующие уступки с надеждой оказаться в выигрыше. Накануне саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет с 11 по 12 июля, постоянный представитель США при Альянсе Кей Бейли Хатчинсон заявил, что Россия пытается развернуть Турцию, как и многих наших союзников, и дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО. По словам Тарасова, Вашингтону не удалось блокировать закупку Турции зенитно-ракетного комплекса С-400. США неоднократно призывали Анкару изменить свое решение, а также грозили, что после закупки российских ЗРК она может попасть под санкции в рамках закона о противодействии противникам США. Турецкий президент Раджеп Таип Эрдоган ответил, что страна не откажется от сделки с Россией, и добавил, что Турция сама будет определять свою судьбу. Отмечается, что Турция, имея в тылу Россию, проводит диалог с партнерами по Альянсу совершенно по-другому, не задумываясь о выходе из НАТО, что беспокоит США. Но проблема для США заключается не в том, что Турция может выйти из НАТО, а в том, что она там останется. Ведь решения в НАТО принимаются на основе консенсуса, и Турция может парализовать этот процесс. Стратегия Эрдогана нацелена на то, чтобы иметь рычаги давления на США и Европу, выбивая из них необходимые уступки, особенно в политике на Ближнем Востоке и в Сирии в частности. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Махмур Афчик» в исполнении «Арпи». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok